Всем привет дорогие друзья, меня зовут Михаил Крымчук и сегодня мы с вами поговорим о том, как заработать в пандемии, как заработать вообще в кризис. У нас сейчас произошло наложение, это кризис, а также снижение покупательской способности связано не с отсутствием денег у населения, а именно еще с тем, что фактор самоупотребления снизился за счет индепендемии, потребитель склоняется к тому, что действительно что-то такое существует, а если это существует, то соответственно оно что-то непонятное и необъятное, которое в целом приводит к увеличению рисков, в соответствии с этим люди снижают самоупотребление. О чем бы я хотел бы поговорить? Совсем недавно я пошел в магазин и так получилось, что в двух магазинчиках мне отказали и самое главное тоже, вот обратите внимание для тех, кто занимается бизнесом, как именно отвечают ваши сотрудники на то, что человек заходит без маски. Два человека мне сказали, что без маски мы не обслуживаем. Вслушайтесь вообще в эту фразу, без маски мы не обслуживаем. То есть человек, который не носит маску, он здесь не нужен. Соответственно я развернулся и стал уходить. На что мне один из продавцов сказал, у нас там маски есть на выходе. Я ему сказал, спасибо, уже не надо. Что я хочу сказать данным вообще небольшим примером. Дело в том, что люди, которые не хотят видеть клиентов, они так в принципе и говорят. Что у него на уме, то он в принципе и на языке. Вообще видели бы реакцию продавца, когда я развернулся и ушел. У него в глазах просто померк свет от того, что все-таки человек, который мог прийти и оставить сумму условно говоря от 5 до 7 тысяч. Да, может быть и больше. Я не знаю, что там продавалось. Ну, примерно какая-то одежда, которая в принципе, пускай это немного, но если пройдет там 20-30 человек, по крайней мере здесь будет появиться вообще деньги на выплату заработной платы, а также оплату аренды, ну и прочие-прочие другие расходы. В других магазинчиках мне все продали. В одном магазине попросили одеть. Я сказал, что у меня нету. Ну, в принципе, меня пропустили и дали возможность совершить сделку. Что еще хочу сказать по поводу выживания бизнеса в данной ситуации, чтобы я, в принципе, порекомендовал. Совсем недавно со своим знакомым мы общались. Он владеет небольшим магазинчиком, который занимается продажей оптики, а также ее ремонтом. Пообщались, он сказал такую фразу, что ты знаешь, мы вот сентябрь еле-еле дотянули, а что будет дальше нам непонятно. И как быть дальше? Я у него спросил, какая у него аренда. Аренда его магазинчика равняется порядка 25 тысячам. Я им порекомендовал ему закрыться не потому, что я хочу уменьшить конкурентов или мне так хочется, а потому, что человек просто не вытянет. И вот эта аренда порядка 25 тысяч, которую он, скажем так, будет вырабатывать за счет продажи, такой минимальной продажи, которая у него сейчас будет происходить, или, например, он будет продавать на 50 тысяч в месяц, то актуальность продажи и работы в таком магазине, где тебе а, надо закупить товар, б, тебе нужно оплатить аренду, б, тебе нужно оплатить зарплату и еще другие расходы. То есть, все это приводит к упадку самого бизнеса. Вообще, в бизнесе заложен сам механизм выживания, и выживание только формируется за счет гибкости и адаптации к условиям реальности. Что же я ему все-таки посоветовал? А посоветовал я ему очень просто. Закрыть магазин, либо переговорить с собственниками бизнеса, уйти с 25, уйти на 10 тысяч хотя бы, для того, чтобы существовать, закрепить, зафиксировать, что он здесь работает, ну а, соответственно, собственнику помещений будет хоть какая-то возможность тоже получать какие-то определенные деньги. То есть, вы должны понимать, что человек, который обладает недвижимостью, тоже где-то может взять кредиты для того, чтобы построить тот же торговый центр, для того, чтобы бизнесмен мог продавать мысль, соответственно, покупать тот или иной товар. И после того, как он закроет магазин, я порекомендовал ему идти на интернет-продажи. Понятно, сейчас всплывет такой момент, а те, кто более успешно и хорошо преобладает, или преобладает, скажем так, в маркетинге, в рекламе, соответственно, будет выскакивать вперед, выходить в топ. Не совсем это так. Дело в том, что с клиентом нужно работать, а также клиент все-таки предпочитает проверенные источники канала поставок. В мире, когда очень много существует, много неизвестных каких-то, да, опять же, мы не хотим тратить, мы, соответственно, хотим доверять именно тем продавцам, которые все-таки не пытались в предыдущей, скажем так, нашей жизни, предыдущей я имею в виду, ну так, в кавычках, что это все-таки до пандемии. Соответственно, нужно что сделать? Нужно взять и обзвонить, либо написать смс, что вы все-таки закрываетесь, но не закрываетесь как бизнес, а закрываете точку, потому что содержание данной точки неблагоприятным образом отразится просто на цене конечного товара. Поэтому вы закрываете, тем самым оптимизируя свои расходы, а также вы не перестаете работать, соответственно, вы максимально готовы сотрудничать с вашими клиентами. Обязательно, конечно, тут надо продумать маркетинг, продумать рекламу, которую вы будете заливать, и все-таки вы должны показывать. Ну вот представьте, что человек, который тратил 25 тысяч, а сейчас он тратит, скажем так, в меньшем. Понятно, что объем продаж падает, но вы, по крайней мере, можете полностью перестроиться на новые рельсы, на новые реальности бизнеса. И если вы вложите эти же деньги, порядка 20 тысяч, то какая-то есть вероятность того, что эти же 20 тысяч вы, по крайней мере, отобьете в ближайшее время. Почему? Да потому что вас все-таки знают, и, соответственно, реклама желательно показывать именно тем, кто на вас подписан, кто с вами постоянно сотрудничает. Вот, здесь все-таки надо работать с маркетингом. Как долго продлится эта ситуация, еще пока неизвестно, но, скорее всего, с нового года многие государства придут к тому, что все-таки надо заканчивать с этой пандемией, потому что экономика в целом не летит там, тарарым, и это может привести к каким-то политическим потрясениям, социальным потрясениям. Оно уже, в принципе, происходит, все эти изменения. Конечно, политические изменения сейчас происходят не только благодаря пандемии и этой ситуации в экономике, а ситуация вообще в политике происходит благодаря тому, что сейчас мы, если взять нашу даже страну, то есть порядка 30 лет уже, как страна, у нас совершенно другая. Соответственно, тот возрастной срез, который присутствовал ранее, то есть в 91-м году, они пришли к власти, то есть они не сразу пришли, это переход шел в порядка 10-15 лет, и вот этот переход, обусловленный тем, что так как гордо людей, тот срез общества, он, в принципе, уже устарел, он устарел, прежде всего, морально, он не готов развиваться, он придерживает консервативные взгляды, соответственно, сейчас накопилась достаточно большая масса желающих жить и развиваться совершенно по-другому. Поэтому запрос есть, изменения в любом случае будут, потому что количество потребителей сейчас возросло, которые смотрят в направлении будущего, современных каких-то определенных тенденций, где существует свобода слова, а также прекрасная возможность коммуницировать на расстоянии, не находясь даже на рабочем месте, что, в принципе, тоже приведет к изменениям условий, вообще, труда. На этом, в принципе, все. Больше не буду затягивать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Если вас заинтересовала какая-то тема, напишите мне в личку. Соответственно, я данный вопрос тоже подготовлю в видео. Спасибо за внимание. Пока.